здравствуйте друзья мы с вами снова в рубрике интервью с блогером на нашем канале и перед нами герои сегодняшнего разговора представляйтесь меня зовут анатолий я сейчас живу в германии да и приехал сюда с целью образования но это уже стало как бы результатом пройденного пути мной до германии я пожил в нескольких других странах европы вот и и начинал свою иностранную деятельность зарубежную с волонтерского проекта вот и впоследствии все это вылилось в германию в образование давайте-ка я вас теперь поспрашиваю смысле уточнения потому что я для многого не понял итак давайте начнем вы откуда сами-то я сам из украины родом город венеца в германии вы где живете в нюрнберге хорошо бавария земля бавария город нюрнберг хорошо теперь образование какой возраст ваш какой ваш путь я хочу понять значит образование у меня выше я закончил венецкий национальный технический университет по специальности строительства промышленное гражданское строительство и мы получил квалификацию инженер-строитель вот давно это было я закончил 2006 году то есть девять лет назад вот эти девять лет вы что делали в профессиональном плане как-то вы двигались сразу же по окончании университета я работал инженером-строителем строительно-монтажном управлении у нас в городе одном из них достаточно успешно работал было все хорошо вот ну под влиянием разных факторов я все-таки решил поменять свою жизнь как-то так кардинально и решил что поехать за границу себя попробовать у меня на тот момент подкуда эта идея вообще возникла у меня на тот момент был друг который учился в европе я как бы от него все это слышал слышала истории рассказы ну и захотел применить этот опыт на себе и на из этого как бы пошло но вы не семейник так сами по себе я не женат официально но я живу уже долгое время с девушкой мы здесь вместе мы приехали вместе сюда на учебу в германию она учится и я учусь ну хорошо и так когда в какой момент начались ваши вот эти иностранные приключения то есть вы работали строителем я понял и в каком году значит в каком году это началось 2006 вы закончили институт в конце 2009 года я нашел волонтерский проект вот кстати вот такое точно тот же проект у вас был недавно парень из франции вот я вот точно в ком же проекте я был только в литве тот же самый проект европе волонтера сервис да и это был как бы способ один из способов как можно уехать за границу вообще бесплатно потому что любая и поездка за границу всегда связана с деньгами а тем более если уезжаешь там визы все стоит это вот было это не был а и есть один из способов который можно абсолютно без денег без вложений уже оказаться за границей а вот литва это как бы такая за граница за границей или так немножко за границей вот как как воспринимается литва я скажу так первое первое впечатление в литве у меня были принципе положительные до экономически там не сильно но такие моменты как транспорт по расписанию в городе я обжил в каунасе город второй после вильнюса принципе чисто было мусор они сортируют то есть на лицо есть постойте вильнюс грязнее чем каунас я не могу вам сказать потому что вильнюсе много времени проводил вы сказали в каунасе после вильнюса было чисто мнение я сказал что у нас то второй город после вильнюса размер я бывал в каунас там чаровательное место конечно да и вильнюс прекрасное место ну хорошо так как долго вы были в литве один год не две недели как наш товарищ из франции нет нет я был один ход то есть там полностью пробел этот проект мужа я и не планировал что буду весь проект но но мне понравилось я решил что я должен его закончить и уже дальше как бы развиваться дальше там тем более не по окончанию этого проекта дают сертификат неформальное образование и потом этот сертификат можно использовать там при поступлении в вузах ну хорошо в резюме лишнее на каком языке вы общались с другими волонтерами или там с тем кто еще там были люди на каком языке шло общение на своем проекте я общался на русском языке с другими волонтерами на английском вот я от я тогда английский начал и изучать только потому что он когда я приехал у меня не было в принципе станет вот и я за год немного подтянул там литве я мог говорить то есть вы подтянули английский на этом правильно да хорошо с точки зрения материальной я понимаю что это вам не стоило ничего туда поехать но все-таки вы год живете вы какую-то копейку вы отложили или что то вам дают какие-то деньги вообще ну там отложить сложно на таких проектах но на текущую жесть хватает ну во первых они обеспечивают жильем из расчета так что у каждого должна быть комната своя у нас была трехкомнатная квартира там жил я и две девушки одна из испании одна молдаванка то есть условия приличные нормальные что все деньги на питание так что из молдавии с испанкой могли так на испанском у них получалось на романском диалекте ну так где-то вечерком там за чашкой чая хорошо теперь пробыли вы год хорошо значит мы из 2009 перебрались 2010 в конец 2010 да дальше что и дальше я вернулся домой по окончанию этого проекта и тут же открыл польскую визу и с этой визой уехал в голландию а почему по польской визе в команде потому что она дает право нахождение в любой стране евросоюза вот и ее сделать без самый самый проще самая простая польская виза хорошо окно в европу как бы понимать значит поехал в голландию что делать в колландию поехал другу и с целью поработать и поискать дать дальнейшие пути развития но подождите поработать все таки у вас нет разрешения на работу разрешения на работу нету но но есть право нахождения в стране и с этим уже как бы намного проще то есть ты уже можешь там не бояться если что вы не искали больше волонтерских проектов то есть вы начали я искал я искал я искал еще волонтерские проекты вот но но я не нашел хорошо в голландии что с вами было ландера бы я просто работал на ремонтах делал ремонт и поскольку так по специальности но руками пришлось поработать хорошо как долго вы по специальности руками нелегально работали два года как у лермонтова два года мы были в нелегалке ну хорошо значит были вы с я понял с начала одиннадцатого до там может быть начало тринадцатого вы были в голландии да дальше что произошло ну я планировал учиться в голландии то есть это но в голландии учеба стоила дорого там я могу примерные цены сказать это стоило в год если это не гражданин европейского союза то где-то начиная от 10 тысяч евро только сама бы само обучение и плюс нас она со свое содержание нужны деньги на но на жизнь на квартиру иду по сравнению с американским я сказал что это не дни до урода хорошо значит вы хотели учиться я понял но все таки чем кончилось после голландии где вы оказались находясь в голландии я понял что ухландии для меня немного дорого будет учиться и на тот момент я уже знал что финляндии бесплатное образование на финляндию как-то не сильно решался вот и потом всплыл факт что и в германии также бесплатное образование даже для иностранцев для всех нету разницы ну я решил тут же ехать в германию я вернулся домой начал связываться с университетом германии куда я хотел ехать в процессе получил от них приглашение на учебу и параллельно начал учить немецкий язык этот весь процесс где-то полгода у меня занял вы за полгода освоили немецкий на столько чтобы учиться нет я освоил только начальный уровень а а два у меня был и такая европейская классификация там а б и ц уровне идут по всех языках вот и и этого было уже как бы достаточно чтобы я мог здесь в германии при университете поступить ну поступить в университет и так как уровень языка недостаточный то есть меня автоматически отправляют на языковые курсы при университете вот и я так и сделал то есть я приехал все таки вам уже было в этот момент там что-нибудь там лет 30 вы идете учиться по какой профессии я заканчиваю уже сейчас магистратуру по специальность международное строительство называется в русле вашей профессии до по строительству хорошо вы заканчиваете магистратуру визовый статус ваш какой в германии я имею вид на жительство которое должен каждый год и продлевать 1 год он выдается на год на основании того что я учусь в университете то есть вы как бы не не завершили процесс иммиграции у вас нет постоянно виды на жительство у вас вы не гражданин там и у вас нет того что грин карты у нас тут называется нет я вот про это тоже хотел немного рассказать тут есть другое понятие называется блау карт то есть два слова могу за это рассказать то есть такой способ иммиграции для высококвалифицированных мигрантов и он действует не только как не только для студентов которые здесь обучались уже в германии но также и для всех иностранцев даже если дома закончил университет главное условия найти работодателя в германии и причем здесь существует уровень по зарплате то есть ты должен иметь там определенную зарплату и для востребовательных специальностей вот такие как инженеры айтишники то сейчас этот уровень составляет около 38 тысяч евро в год вот если ты получаешь контракт ты находишься работодателя ты можешь достаточно быстро иммигрировать то есть этот процесс и хорошо сейчас налажен постойте 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 то есть вы можете получить статус постоянного жителя на основе того что у вас есть работа в течение какого-то времени да или что да сейчас это время составляет 21 месяц то есть как вы как приехали на работу меньше двух лет и у вас постоянно вид на жительство ну что же это неплохо я бы сказал что это гораздо проще чем рабочие визы в сша например при этом насколько я понимаю вы можете менять работодатели то есть вы можете поработать в одной компании в другой в третьей и когда по самокупности будет 21 месяц вы можете подать на на вид на жительство в сша в сша вы должны были бы в одной компании отработать вы можете менять работодателя но нельзя менять сферу деятельности то есть если вот я строитель я должен это время вот в строительстве отработать ну что же хорошо так то есть ваша цель такая что вы сейчас закончите магистратуру получите работу а есть у вас предложение какое-то или так пока не очень есть я уже работаю тут есть такое понятие как work student рабочий студент и как во время учебы ты работаешь примерно 10-15 часов в неделю но с таким условием что на каникулах ты должен full time работать но подождите этот самый work student student он это не засчитывается в стаж тех 21 месяца part time это вот там 10 часов в неделю не этот сюда в этот штат в этот стаж нет хорошо у вас уже есть какой-то ну как сказать кто-то кто вам уже говорит давай мы тебя возьмем будешь у нас работать ну я только что вот сказал что я нужен на фирме работаю строительная организация здесь и у нас такая договоренность была что по окончании учебы если это время пройдет все хорошо то у меня будут шансы получить работу хорошо то есть у вас как бы есть потенциальный работодатель да и глядишь там пару лет поработать и будет местная грин карта да европейская хорошо я еще хотел два слова сюда добавить что Германия сейчас очень как бы ослабила эмиграционную политику ну для высококвалифицированных мигрантов и вот примеры такие что по окончанию учебы вот здесь раньше давали один код на поиск работы а сейчас они подняли до полтора года то есть такой вот момент тоже показывает что я честно говоря не впечатлен то есть если человек получил значит там магистра или там как у вас там бакалавра или как назвать и год на работу найти не может у меня такое ощущение что ему и полтора не поможет это как это вымучивание то есть если он за три месяца не а почему за три месяца не нашел если он что-то может я еще не понимаю или там такая стагнация на рынке что и местную работу найти не могут или что происходит ну они нужны ну Германия нуждаются сейчас высококвалифицированных кадров и говорит ладно за год не нашел за полтора квалификация невысокая такая давай за полтора будешь искать ну хорошо давайте так теперь ваша деятельность как блогера расскажите вот когда это началось о чем вы рассказываете кто ваша аудитория это началось когда я переезжал в Германию с момента переезда вот и нацелено было чтобы показать как бы мой путь именно в плане учебы самое главное как я приехал сюда на учебу какие действия предпринимал и все что с этим связано да и нацелено на аудиторию как бы людей которые интересуются вот переездом в Германию с целью учебы в первую очередь ну и вообще жизнь в Германии то есть как вторая категория хорошо так как давно все таки у вас блог то по времени два года два года как я приехал в Германию это прилично два года значит народа много у вас подписчиков много? две тысячи больше двух тысяч ну хорошо две тысячи какие вопросы вам в основном задают? в основном вопросы связанные с учебой деталям в деталях люди спрашивают интересуются есть люди которые уже приехали сюда на учебу тоже пообщавшись со мной то есть то есть у вас растет как бы комьюнити такая ну да можно так сказать хорошо как будет комьюнити по немецки как сказать? ну гезельшафт гезельшафт хорошо как бы общество да да когда я учил немецкий этим словом обозначали общество ну ладно общество хорошо что же я думаю как бы моя задача вас представить в полезном ключе чтобы люди которые нас смотрят чтобы они сказали вот такие такие то вопросы я теперь знаю куда пойти и спросить значит учеба волонтерские программы вы как бы знаете или вы однажды воспользовались и забыли? ну я сейчас ресурсов я могу дать только ресурсы по которым я сам уезжал то вот эту тему я сейчас не отслеживаю но это давно было это может быть уже все по-другому там да и так далее ну хорошо это коллега из Парижа он может быть точнее знает новый новый да вы можете с ним так тоже задружиться вы там рядом будете там на Шнапс его пригласить да да он приглашает он тут ездит вокруг я так понял автостопом да да так волонтерское время это ж золотое время все автостопом всю Европу объездили то есть можно еще автостопом вообще люди останавливаются да останавливаются работает ну что же хорошо ладно я в Америке вижу иногда людей которые автостопают но как-то вид у них жалкий при этом то есть я не могу сказать что сейчас это как-то так же популярно как было в 50-е или 60-е когда это было легко и просто ну хорошо значит что-то такое у вас есть из наблюдений за основными проблемами ошибками недопониманиями которые есть у людей которые обращаются к вам вот что наиболее характерно с точки зрения вот заблуждения непонимания вот что-то такое развеять прямо сейчас объясните что вы имеете ввиду конкретно у кого чьих заблуждений вот люди которые живут в Украине там в России там еще где-то живут и они хотели бы может быть поехать куда-то да но им мешают какие-то заблуждения какие-то может быть они по телевизору их зомбировали что-то не то сказали может быть в средах в которой они находятся там какие-то люди негативные все время говорят то нельзя это нельзя это не твое это тебе не положено это там надо по блату это там только за взятки я не знаю но вы же общаетесь с ними они же вам пишут вопросы вы же видите где у них затык ну и есть да я наблюдал это да что у людей которые не бывали никогда за границей у них немного такое искаженное представление о том как как вообще люди живут за границей ну то есть они люди не видят картины картины и на основании каких-то внешних факторов которые им как бы вложили в голову или пытаются вложить они выстраивают свои какие-то умозаключения и готовы готовы на не объективную оценку там вплоть до осуждения ну всего такого европейского или американского тем более вы знаете что те которые осуждают европейско-американское давайте их оставим в покое и как бы мы на них время тратить не будем я говорю для тех про тех кто не осуждает а кто наоборот хотел бы приобщиться но ему мешают какие-то вот я не знаю какие-то стереотипы навязаны вот какие стереотипы которые людям мешают ну есть стереотип что погода вот вот у нас вот самая хорошая погода я слышу вот у нас и летом тепло и зимой холодно вот как надо это где где такое ну я вот последний раз был в Киеве и слышал такое от одного человека вот у нас погода самая лучшая да нормально конечно у них погода это хорошо так вот это тоже это экстрим какой-то это ну хорошо я так чувствую что вы не нарываетесь на какие-то такие общие заблуждения там ну например вот про США там говорят что здесь расовые конфликты какие-то очень острые или там вот я даже не знаю там все под колбаковом или там доллар вот сейчас рухнет там не ну вот еще говорят что не поеду в Германию потому что там девушки некрасивые то есть ну я вот готов опровергнуть не нормальные 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 очень хорошо теперь что еще так Германия как относится к иностранцам в Германии очень тепло хорошо хорошо относится особенно когда ты стараешься на языке разговаривать интересуешься что-то спрашиваешь общаешься всегда встречаешь тепло и тебе всегда объяснят расскажут покажут я просто слышал среди людей которые давно уже живут в Германии иммигранты и они говорят что вот ты не можешь толком расти на производстве ты не можешь получить очень многие работы которые скажем немцу доступны а тебе нет тебя не принимают в общество на равных ты вот на тебе клеймо есть иммигранты оно всегда будет на тебе ты никогда не будешь такой как все вот с этим как я думаю что это все связано со степенью зацикливания самого человека на этом то есть ну как бы есть даже как бы ты не знал немецкий язык ты все равно рот открываешь и сразу видно что ты иностранец но от этого ты никуда уже не денешься вот ну могу конечно подтвердить что вот найти друзей вот таких вот что как друг там тяжело найти местных то есть таких приятелей общаться ну есть да конечно а вот так вот близких каких-то отношений то в принципе сложнее уже вот ну если ты не заостряешься на этом то очень хорошо проходит жесть я лично не чувствую на себе кого-то такого что ко мне там плохо относятся или не дают как-то развиваться у меня наоборот такое впечатление что если человек тут что-то хочет то ему только только вперед я просто смотрю по системе образования тут в Германии как бы бесплатно созданы все условия там какая хочешь литература все есть вот вот только возьми и учись а стипендию платят как вот чтобы человек мог жить пока учиться стипендию платить на стипендии ну не у всех получается нет ну подождите вот приехал человек из грубо говоря Украины вот вы значит вы приехали у вас начальный уровень немецкого вас на подготовительные курсы помещают да денег не берут живете вы где в это время кто платит за жилье кто платит за питание я жил в общежитии и сам платил за общежитие сам платил да общежитие стоит тоже стоит конечно но дешевле чем если в городе снимать просто жилье то немного дешевле будет вот и ну стипендию там сложно получить потому что она дается только на основании со слуха учебе хорошо то есть бесплатность она как бы не глобальная а она все-таки распространяется на обучение на книжки но все-таки жить надо кушать надо сколько стоит жизнь и кушать человеку который учится бесплатно 650 евро в месяц и с жильем и с покушать да это такой минимальный минимум который должен быть ну ну хорошо грубо говоря тысячи долларов надо иметь ну плюс студенческая виза дает еще право на работу 120 дней в году и поэтому студенты имеют право социально подрабатывать хорошо подрабатывающий студент что может заработать так без преувеличения так скромненько вот на работе типа в кафе там может быть там подметать улицу вот такого плана сколько он заработал ну в Германии есть такой безналоговый минимум с которого они снимаются налоги 450 евро в месяц в месяц вот этот вот минимум студент может заработать свободно может может это он не должен при этом работать 40 часов в неделю это именно вот за треть там за окей то есть вот эти 450 евро он может заработать это не 650 которые нужны но он может и больше заработать может и больше ну вот этих 450 это может это это может как бы в любом случае то есть ну если будет больше нуждаться потребность больше вот тут много студентов есть с Украины которые вот так вот и живут то есть сами приезжают и выживают сами то есть много с Украины есть да как интересно в моем городе я знаю десятка два точно есть в Нюрнберге да ну что же это интересная информация так вот не то что один какой-то вот такой неожиданно прорвался а там вот есть народ есть да вы с ними знакомы как-то да мы знакомы тут есть такие комьюнити маленькие то есть там проводятся какие-то мероприятия хорошо есть контакт это ребята какие-то незаурядные или нормальные парни там девчонки которые просто имели цель и вот пошли ее реализовали большинство вот кто имел цель ее реализовали то есть не то что они вундеркинды какие-то или там говорят на пяти языках там нет ну тут как-то так получается что все говорят там на четырех на пяти языках не с Украины они приезжают вот не с Украины они приезжают ну да немецкий нужно знать английский все как правило тоже хуже хуже слабее но говорят и тут еще вот особенно кто на гуманитарных специальностях у них еще мода испанский еще учат ну так и получается не четыре языка ну хорошо ну там после первых двух то уже проще ну да ну да ну в целом то есть это основном люди которые ориентированы на какой-то результат которые ставят задачу и идут к ней ну что же хорошо я думаю что у нас какое-то количество людей вот которые нас смотрят я думаю что они поняли направление так вы в общем то достаточно четко его обозначили они поняли что вот есть значит человек который об этом рассказывает у вас много видео вообще на канале 126 126 126 хорошо то есть есть что посмотреть теперь давайте тогда так сделаем вы мне сбросите в скайп ссылку на ваш канал чтоб я мог дать и вы тогда приходите и под своим видео на вопросы отвечайте хорошо ладненько вот и я тогда вас хочу поблагодарить за участие в нашем мероприятии потому что я вот смотрю что каждый раз когда мы с кем-то разговариваем в этих диалогах каждый раз что-то новенькое появляется и картинка складывается более полная и я хочу сказать что люди которые задыхаются от отсутствия альтернатив да я думаю что вот появляется больше и больше альтернатив не надо задыхаться вот когда плывешь на плоту там посреди Волги да не надо говорить что засуха вокруг и там от жажды умирать не надо то есть много чего есть да и я думаю что вот вы как бы показали там вот дали такой черпак черпай давай вот да у меня тоже этот путь как бы тоже был непростой и я ну от начала и до того вот где я сейчас прошел то есть нужно было прикладывать усилия и самое главное видеть какой-то ориентир впереди ну что же хорошо я думаю что мы на этом месте можем как бы считать задачу нашу выполненной и давайте всем так ручкой там помашем скажем привет вот всем кто нас смотрит и привет да и тогда до скорых встреч